Субтитры делал DimaTorzok Работы в прямом эфире и всегда вам рады. Легенды седых жигулей. Так звучит сегодня наша тема. В руках у меня пригласительные билеты на как раз-таки этот замечательный концерт. Музыкальный спектакль, который состоится уже 9 февраля в Театре оперы и балета. Два комплекта билетов сегодня за программу разыграем. Посмотрим замечательные видео, фрагменты этого спектакля, этого концерта. И, конечно же, побеседуем с участниками, с теми, кто предложил руку к созданию этой программы. Ну и что интересного нам расскажут солисты, артисты, тоже в ближайшее время выясним. Ну а пока, так сказать, для настроения, для того, чтобы душа развернулась и вы поняли, о чем сегодня мы будем говорить, небольшое видео для того, чтобы вы поняли, что такое легенда седых жигулей, снятый красиво художественный клип. И потом возвращаемся в студию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ещё разик, ещё раз. Эй, в ухне, эй, в ухне, Ещё разик, ещё раз. Разобьём мы вывязку, Разобьём мы пудряву. Ай да да, ай да, ай да да, Разобьём мы пудряву. Эй, 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 разобьём мы пудряву. Эй, в ухне, эй, в ухне, Ещё разик, ещё раз. Мы по бережку идём, И мы песню солнышку поём. Ай да да, ай да, ай да да, Песню солнышку поём. Песню солнышку поём. Эй, в ухне, эй, в ухне, Ещё разик, ещё раз. Песня. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, надеюсь, появилось то самое настроение, которое сегодня в течение всей программы будет нам способствовать. Хорошей беседе. Звоните 202-11-22. И первый мой вопрос как раз-таки для вашей разминки. Может быть, угадаете, а может быть, будете первыми. В каком же году как раз-таки состоялась премьера программы «Легенды седых жигулей» 2012, 2013 или 2014 год? Звоните 202-11-22. Я же с большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. Директор Государственного Урского русско-народного хора имени Милославова с нами. Здесь Виталий Натаров. Здравствуйте. Двигаемся дальше. Художественный руководитель, режиссер-постановщик как раз-таки «Легенд седых жигулей» – это Валерий Анучин. Здравствуйте. Заслуженный артист Самарской области, солист хора Сергей Коныгин. Здравствуйте. И артистка Волжского русского народного хора Анастасия Васильева. Здравствуйте. Ну что, мы посмотрели клип, очень красочный, уже тут успели немножко обсудить, когда где снимали, как умудрились практически, ну, такой легендарный, оскароносный клип снять. Да, этот клип, в принципе, не существует ни одного коллектива изнародного. Это у нас был эксперимент. Удался. Удался, да. В основном он был построен на энтузиазме Волжского хора и еще одной компании, которая снимала его нам непосредственно. Бюджет у него… Самарская, конечно, компания. Бюджет у него очень смешной. Участвует только Волжский хор. Балет, артист. Да, все буквально. И, соответственно, это был для нас опыт, но, конечно, он задумывался в первую очередь как промо-ролик, но впоследствии мы, конечно, уже немного развернулись и снимали это натурные съемки, все проходили в Богатырской Слободе. Это такое есть загадочное заповедное место, которое нам, конечно, очень не повезло с погодой. Вот, говорят, немножко тут подзамерзли. Место было действительно очень волшебное, но снимали уже в такое время года, практически осенью, когда уже и холодно, и дождик, и пасмурно, но, тем не менее, для нас это опыт был большой. Первый раз вообще такое происходило с нами, с артистами, со всеми. Один день снимали? Ну, практически, наверное, все-таки больше времени, у нас один день был полностью, но в самой Сослободе, а это основные все съемки были. Ну, а такие, как и Кузни, как еще такие места, это были отдельные места, которые приезжали там. Съемочный день был полный, с раннего утра расписан был до самого позднего вечера. Мы с утра приехали и оттуда уехали в часов 12. Ну, уже темно было, да. Ну, вот Кузнец у нас сидит, который, как вместе, выпил и пролил на себя сколько литров молока. По бороде текло, да? Ну, сам текло. Знаете, работа такая достаточно объемная, и тем она интересна, потому что, в принципе, в этой работе наша жизнь, мы как бы стараемся ей соответствовать, но в итоге получаются такие хорошие, замечательные картинки не только на промо-роликах и так далее, но, скорее всего, наверное, и в концертной программе, я уж позволю себе, так скажем, поскольку слово в это забрал, так скажем, докончу свои эмоциональные такие впечатления. Во-первых, приятно очень быть соавтором вот этой музыкально-поэтической идеи под названием «Седых жигулей» все-таки материал, который присутствует здесь на Волге, а я, как его носитель, или, собственно говоря, может быть, не такой еще старый, но уже повидавший виды, знаю, понимаю, и некоторые нюансы мне настолько нравятся, что я проникаюсь и работаю, соответственно, отдаваясь полностью этому процессу. Почему говорю о соавторах этой музыкально-поэтической идеи, потому что здесь звучит и моя музыка, и мои слова, потому что я как бы делаю музыкальное, это поэтическое оформление, в том числе и музыкальное, здесь произвучат несколько моих произведений, и слова, которые я пишу к этим музыкальным произведениям тоже. И вот мы с Валерием Ивановичем так определили тандем вот этого поэтического состояния, этого такого замечательного произведения, потому что, как говорил Маяковский, «Ты будешь солнце лить свое, я свое стихами». Так вот как раз вот сейчас, в данный момент мы дошли до крайней точки вот этого повторения того материала, оно с более развернутой гаммой впечатлений, чувств, и зритель, думаю, поймет это все, увидит, и я думаю, не только не будет разочарован, а еще дальше будет углубляться в наше мастерство, нашу, так скажем, идею. У нас есть телефонный звонок, давайте выясним, кто нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, бывали ли вы на каких-то выступлениях Воложского Русского Народного Хора? Да, бывал. Ну, расскажите, поделитесь впечатлениями. Это понравилось, как на флойбус ходил. Это лучший комментарий, кажется, вообще. Сергей, давайте отвечайте на вопрос, в каком же году, как вы думаете, стоялась премьера программы «Легенды Седых Жигулей». Я думаю, в 13-м. Верно. Правильно, это правильный ответ. Вот, держу в руках ваши билеты, 9 февраля, 18-30, театр оперы и балета «Легенды Седых Жигулей». Спасибо вам, звонок. Ну, вот как на свадьбу побывал. Мне кажется, надо записать и куда-то запомнить. Ну, Валерий, рассказывайте, откуда пошло все это, как мысль родилась и вообще, как это воплотилось, и почему решили еще раз это поставить и дополнить? Нет, ну, и поставить еще раз мы ничего не ставили. Ну, в смысле, еще раз сыграть? Там, да, нет, ну, и мы уже играли его не один раз в Самаре, мы уже его и катали сейчас и по России. У нас сейчас был такой процесс, и от этого мы оттолкнулись очень много вещей, которые сейчас мы еще что-то и добавили, что-то немножко и поменяли. Потому что любой такой продукт, тем более мы сейчас говорим о нем, он такой и первый вообще во всей России, он вот так эти брал. Это два отделения, такие масштабы. И вопрос в том, что очень многие вещи какие-то были сделаны, как бы, ну, и экспериментально, что что-то мы взяли, сейчас уже переделали, что-то мы, вот, Сергей как правильно сказал, мы сейчас какие-то вещи взяли, обработали уже их по-другому, что-то уже и продумали по-другому, отыскали немножко и другие, и песни отыскали, которые у нас из Золотого фонда есть, и которые мы сейчас ввели в программу и новые песни. Вот, и самое основное, что мы больше сделали и действия, у нас сейчас, как бы, да, сейчас, когда говорят, как бы, сейчас, да, мы сделали большой акцент, потому что, как бы, сейчас она уже, эта программа и сформировалась полностью в единое, и действия от первого до второго отделения, да, вот, и здесь у нас сейчас такое, вот, правильно слово сказали такое, вот, как бы, это уже такое более и полномасштабное шоу, вот так если говорить, то все соединено, все уже, все песни подобраны и более со слогической стороны там, ну, более обработано, потому что это все равно был большой эксперимент, когда мы его делали в тринадцатом году, и хор еще в то время был не так сильно готов к такой работе, да, для них тоже это было, как бы, в новинку было, а сейчас уже, когда все, ну, это проработали и через себя пропустили, пропустили через всех их зрителей, и уже сейчас, ну, совсем и другое отношение, сейчас та программа, которая сейчас выходит, это можно так сказать уже, как бы, и легенда Седы и Жигулей 2, можно даже так сказать. Ну, на самом деле, готовили аврально, поэтому у нас было большое количество концертов, и мы все делали все параллельно. Сейчас было время на переосмысление, на более тщательную проработку, и поэтому здесь вот даже, я думаю, артисты расскажут, что сейчас движение гораздо больше стало именно хоровых артистов, хоровых. Правда, что это по заявкам, как говорится, зрителей, по просьбе? Конечно, у нас постоянно был большой спрос по билетам на все предыдущие показы в Самаре, но мы не так часто здесь, честно говоря, сольно собираем. Ну, и вот в этот раз мы тоже какую-то периодичность для себя вывели, и понимаем, что голод тоже интересен нам, зрителя, но, с другой стороны, и долго держать не можем в этом состоянии людей. И поэтому, конечно, вот это именно показ 9 февраля, он будет именно по многочисленным просьбам зрителей. Ну, а параллельно шло, не буквально подготовка к 9 февраля. Переосмысление, оно пришло раньше. Время сейчас, январь, нам позволил, конечно, и декабрь, там где-то немножко начало декабря, позаниматься этим более. Все мысли, которые вот у творческих были, у людей, реализовать. Они вылились во что-то масштабное, потому что, как артистка могу сказать, что тоже в виде какого-то эксперимента, что ли, хор, ну, как правило, обычно стоял, да, пел песни. Пританцовывал. Да, балет у нас, как обычно, танцевал, а теперь это настолько все масштабно перемешалось, что у нас теперь хор и двигается, и как балет, и балет у нас и поет, то есть это настолько масштабно, поэтому, наверное, про свадьбу и сказали. Действительно, это огромное, большое действие, да, такое. Мне кажется, так кто сидит в зале-то там сидят. Они приплясывают. Даже и драка есть, поэтому все как на свадьбе, там все есть. Все натурально. Мне просто интересно, вот следующий этап, когда будет «Легенда Седых Жигулей-3», это будет стоячий зал, наверное, какой-нибудь, чтобы внутри тоже были какие-то хороводы, я не знаю, там артисты спускались вниз и как-то включались в действие. Предлагаю посмотреть небольшой фрагмент музыкальный, песню, исполнение ваших солистов и как раз-таки замечательное оформление, а потом вернемся в студию, поговорим о том, как артисты, солисты уже изнутри все это видят. Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Расцвела под окошком белоснежная вишня, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, друзья, моя легенда Седых Жигулей приглашает вас 9 февраля в театр опера и балета в 18.30. У нас здесь артисты, хочу, как сказать, ну не знаю, ну не скандалов, интриг, расследований, а вот что-то интересного, личных переживаний. С Анастасией начнем, потом к Сергею перейдем, как к артистке, вообще вот и костюмы красивые, и косты у вас какие, и макияж яркий. А вот что касаемо личного такого, душа тянется к такому русскому родному? Что касаемо личного, безусловно, потому что народная песня это наше все, да, мы живем народной песней, и в сочетании, в легендах народной песни и народного танца, говорит о многом, хочется постоянно жить в этом, играть, это получается как даже не спектакль, а как бы ты живешь внутри, душевное состояние, Ты впадаешь в него, и только в конце второго отделения, когда уже все на аплодисментах, ты понимаешь, что все, все закончилось, да, уже все, окончание, вот, а так очень много интересных моментов добавилось, ну, все карты, конечно, раскрывать не буду, но также вот добавилось, сейчас мы посмотрели видео, когда, да, была «Рацвела под окошком» знаменитая, также добавилось во второе отделение песня «Яблонька», ее очень многие знают, она очень красивая, И там хор девушки совершают действия, не буду говорить, какое действие, но это все происходит в процессе, напеваем, поем эту песню с развитием, и все это настолько мелодично будет, ну, вот, фрагмент могу исполнить Под окном рассыпав белый иней, облетела яблонька в саду, в этот вечер тихий соловьиный, На свидание, милого я жду То есть смысл этой песни... Коступлести, а вот Да, да, ну, там действие происходит, действие шитья, если уж так конкретно Вопрос, опять же, мы говорим, если о песенном и репертуаре, что именно вот эта вот, и песня «Яблонька», она взята из «Золотого фонда», но вопрос в том, что Очень давно и не исполнялась, и хором, да, достали, ее вспомнили, обработали немножко, да, подзабыто, но песня очень шикарная, и людей прям трогает, да, в уме души Вдумываешься, да, там дальше будет развитие, кульминация сюжета всего, и когда сидишь шьешь и представляешь действительно, как будто на каких-то вечерках, вот как раньше было в старину, да, девушки собирались и шили, и здесь то же самое, и вот это действие передается в зрительный зал, то есть такая атмосфера Все достают шитье, она начинает шить Здорово, очень интересно Я хочу все-таки зрителям еще один вопрос задать, у нас еще есть два билета на розыгрыш, вот держу в руках, друзья мои, не пропустите такую уникальную возможность на двоих сходить 9 февраля С какого же музыкального инструмента начинается действие как раз-таки концерта легенды седых жигулей? С гармони, с гусли или с балалайки? Звоните, если знаете, 202-11-22 Сергей, ну вот вы как автор, соавтор, еще и артист, изнутри все это видите, примыкает к вам и молодежь, и молодые артисты Вот есть ли, не знаю, какая-то вот у вас дедовщина, может быть, вы говорите, ага, не так делаешь, надо вот так Вы знаете, да, скорее всего, она есть, существует, а не существует, как в рекламе Я думаю, в принципе, это правильно, да, потому что с учетом тех исторических событий, которые происходили на Волге, в чем, собственно говоря, и суть данного направления, которым мы назывались легендой седых жигулей Они как раз и говорят о тех людях, которые здесь начинали все и это творили В основном, конечно, это были люди, ну так скажем, с бандитской, так скажем, составляющей Это были бандиты И воинственный Воинственный народ, да Так вот, суть-то в том, понимаете, можно, конечно, рассказать это без прикрас И на самом деле, что, но, как раз вот именно в своем произведении, которому, говорит, это, Валерий Иванович правильную идею преподал в одном из номеров Мы не будем раскрывать полных секретов И взяли за основу песню Варлаама Из Арии Бориса Годунова И пускай, говорит, не обижаются наши, так скажем, наши классики великие, которые, в принципе, посчитают неуместным переделывание слов В данном случае, говорит, Валерий Иванович попросил меня переделать слова и адаптировать их под тот суровый, так скажем, быт, который был в Самаре в ту эпоху Но это не просто было прямое, так скажем, подтекст тех событий, а именно с какой-то, как вы говорите, с дедовщиной То есть у нас в конце идут такие слова Хватит нам воровать да веселиться за свободу свою, мы будем биться То есть мы привнесли, так скажем, в исторический контекст некую свою символику, символику мира То есть это как бы продолжение жизни То есть хватит войны, здравствует мир Ну это актуально, да? Это очень актуально, и как раз именно здесь это все и применено было Вот так, в общем, скажу, Валерий Иванович оказался прав, взяв именно это произведение, которое мы переделали Ария Варлама, это песня Варлама Ария Варлама Она называется в самой опере «Как во городе было выказание» Ну здесь мы поменяли, поскольку действия происходят в Самаре, значит и собственно Ну никто не обиделся Да, я думаю, никто не обиделся, а наши земляки, я думаю, нас поддерживают Там, значит, идет такая музыка, я сейчас пою, чтобы оператор, звук оператора немножко приубавил, так скажем, возможности моих голосовых Как в Самаре да люди собирались, шели мирно, а пили не ругались Но пришли купцы, бояре торговались На базаре три шкоры с народа брать И вот это дальше, приходите 9 февраля, как раз именно это самое будет все В продолжение У нас звонок есть, давайте примем и потом уже, конечно, продолжим разговор Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара Тамара, я так понимаю, очень хотите попасть на концерт? Очень хочу Ну вот нам Сергей сказал уже, наш зритель, что как на свадьбе побывал, когда был на каких-то концертах хора У вас есть какие-то впечатления? Бывали ли на выступлениях? Нет, я не бывала, поэтому очень хочу попасть Понятно, но тогда придется вам, скорее всего, либо женскую логику, какую-то, либо интуицию свою приложить Каким же музыкальным инструментом открывается концерт, открывается этот музыкальный спектакль? Мне почему-то кажется, что гусли А почему вам так кажется? Женская интуиция Она вас не подглавла, говорят, что шанс Но в клипе была подсказка Гусли были, здорово, спасибо Вы идете сюда на свой первый, я надеюсь, не последний, как раз-таки концерт Волгского русского народного хора Спасибо большое Ну так в продолжении наших разговоров у нас еще есть видеофрагменты Давайте, может быть, танец посмотрим, так скажем, масштаб весь, чтобы наши зрители оценили Прошу наших режиссеров нам показать сейчас фрагмент танца, смотрим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну как вы понимаете, все действие в эфире мы показать не можем Показываем яркие фрагменты, чтобы, как сказать, подогреть интерес, чтобы 9 февраля вы уже смогли прийти И большие хорошие компании, зрители, неравнодушных, хорошей музыки Все это прочувствовать и как-то так сжато, но пританцовывать В конце концов это очень нужно, важно и 9 февраля, я думаю, как раз таки все свои потенциальные возможности Волжский хор-то и покажет. Что-то новое, что-то яркое, что-то красивое. О чем мы еще, может быть, не сказали? О каких-то важных моментах именно подготовки этого спектакля, этой музыкальной программы? Ну, сейчас у нас по большому счету очень много делается еще, опять же, по музыке И перерабатывается сейчас Немножко сейчас и смотрим обратно Тот и музыкальный, и материал, который сейчас есть, да Вот у нас есть и тоже, и композитор молодой, и Дмитрий, и Данилин Как раз мы хотели тоже сегодня и показать его в видео, и ролик Ну, если успеем, то покажем Вот он тоже, он пишет очень интересную и музыку тоже И мы когда с ним тоже этот вопрос проговариваем именно с музыкальной стороны И на сегодняшний день это как бы И тоже немножко и другое звучание хора Именно с, я имею в виду, именно с музыкальной стороны У меня вопрос, ходит ли директор на репетиции? Обязательно Я уже периодически хожу Ну и как? Ну, общая картинка мне пока не видно Потому что у нас нет целевые полные прогоны У нас они проходят очень редко А в основном и работа точечная над какими-то произведениями Потому что многое, оно было то, что идет работа над новыми номерами Вот это интересно Ну то я многое видел и неоднократно Многое видел человек, многое поведал Но это очень интересная работа И поверьте мне, нахождение там для меня это бонус А вот по каким-то возрастным ограничениям есть ли на концерт Маленькие дети? Да нет, не касательно Универсально Потому что у нас, говорят, святое, доброе, вечно, которое мы несем И, соответственно, оно в любое возрасте не относится Но вы говорили, что катали в других городах Как принимали? Вы знаете, зрительный зал, собирали полные залы И первое, наверное, первое отделение Люди все сидели завороженные Они не понимали, что происходит Вроде бы пытались увидеть, выйдет хор, споет Станцует Да, станцует и все А сейчас выступают Да, выступают Здесь такое масштабное действие, во-первых, с костюмами Костюмами совершенно разные у каждого Да, яркие по-своему, дизайнерские все это делали Подбирали под народный стиль Во-вторых, много атрибутов Много различных предметов Действий Действий, которые обыгрывались И поэтому в конце первого отделения не понимали, а что Все закончилось Да, все закончилось И когда уже второе отделение проходило, тогда уже Вот это да, ну такого раньше мы не видели А сейчас еще привнесено во второе отделение это все То есть масштабность еще больше стала И больше атрибутики, больше действия Больше хор Мужчины у нас там очень много исполняют действий Вот, и ну супер принимали, конечно, во всех городах Мне самое главное хочется сказать, что вот легенда Седых жюлей, это как вот есть определенные произведения Пускай даже литературные, которые можно прочитывать Несколько раз Потому что у нас очень насыщенное действие Огромный, вот как Настя сказала Объем реквизита Огромное количество ярких, красочных костюмов Огромное количество произведений музыкальных И поэтому, поверьте мне, единожды невозможно оценить Весь масштаб вложенной работы И вот можно несколько раз ходить, поверьте И каждый раз для себя что-то Я уж не говорю о той доработке, которая ведется Поэтому это действие мощное И на него надо ходить несколько раз Как на князе Игоря приходишь Поэтому это масштабное и насыщенное Ты смотришь, тебя это все вот это и давит Каждый раз что-то новое А зал поет какие-то песни с вами? Да, подпевает, конечно Вы слышите это со сцены? Да, не просто слышим, это даже видно Иногда подкачиваются немножко так вместе с нами Особенно на калинке это вообще взрыв Начинается, чуть ли не сидят, танцуют А куда деваться? Русский дух, он и есть русский дух Вот я говорю, надо вам стоячий зал Где-нибудь, чтобы вот серьезно Это отдельная идея ваша, кстати По длительности самого спектакля Это, конечно, будет некомфортно зрителю А мы хотим, чтобы он был в комфорте Ну так посидели, постояли, посидели, постояли Получается такой момент, что сначала вроде зритель как Ну где-то в каких-то моментах даже взгрустнет Чуть ли не всплакнет, а потом начинается накаливание, накаливание И потом взрыв такой эмоции И вот последняя финальная точка, очень яркая И все, и начинают вспоминать А что же было там, здесь настолько это все ярко Потом еще выходят, наверное, обсуждают все Обсуждают Конечно, еще смотрят программки, да, там Фотографии главных героев Все, о, это же он был действительно Они не успевают просматривать главных героев Действие меняется, калейдоскопом Очень быстро То есть, в принципе, настолько люди заинтересованы Если им что-то нравится, они пока сидят, переосмысливают ту информацию, которую получили Тут вдруг выходит другая ситуация Они действительно, говорят, они все в шоке Поэтому один раз сходить на легенды Это практически не сходить Я надеюсь, наши зрители сегодня смогли немножко проникнуться, оценить Всех, друзья, приглашаем 9 февраля Приходите на легенды седых жигулей Споем, станцуем В общем, хорошо время проведем Вам большое спасибо, что пришли Приходите еще Вам, друзья, всего доброго До встречи Спасибо вам Спасибо всем До свидания До свидания До свидания До свидания Продолжение следует...